Добрый день, коллеги! С вами Исааков Роман, компания Admiral Markets и рад приветствовать вас на нашем очередном видео. Китайская экономика восстанавливается, а вот похоже, что США уходит на новую рецессию, на новую волну снижения. Соответственно, об этом и многом другом в сегодняшнем выпуске. Ну а прежде чем мы начнем, напомню, что не забудьте поставить лайк, если вам нравится это видео, ваши вопросы оставляйте в комментариях. Ну и не забудьте подписаться и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить следующие добавления и обновления по контенту, который мы публикуем на YouTube-канале Admiral Markets. Итак, давайте начнем с китайской экономики. Первое, здесь очень важно отметить то, что индекс PMI восстанавливается рекордными темпами. Давайте посмотрим на те значения, которые были опубликованы вчера и вместе за этим понаблюдаем. Итак, я напомню, что для использования и для показа всех макроэкономических данных, которые публикуются, я использую MetaTrader 5. В разделе новости, прошу прощения, в разделе календарь есть публикация данных. И здесь мы видим индекс менеджера по закупкам в производственном секторе. Соответственно, открываем данный показатель и видим то, что прогноз был довольно-таки негативным. То есть, фактически ожидали до 5, до значения 5, то что индекс PMI по Китаю опустится. Я напомню, что значения ниже 50 говорят о рецессии в стране, о замедлении темпов роста. Но, как мы видим, китайский индекс смог восстановиться с 35 до 52 буквально за пару месяцев. И это нам говорит о том, что китайская экономика на текущий момент восстанавливается. Чего, к сожалению, мы можем не видеть пока по другим странам. Но есть, фактически, за ключевой экономикой это США. Коронавирус распространяется колоссальными темпами. И на текущий момент это, безусловно, влияет на замедление экономического роста. Многие прогнозируют снижение общего ВВП на 20-30% в мировом исчислении. Но, тем не менее, пока данные неутешительны. И, возможно, тот как раз отскок, который мы видели последнюю неделю, когда S&P рос рекордными темпами, он может довольно-таки быстро завершиться. Ну, я, по крайней мере, уже сделку на продажу по S&P открыл. Итак, коронавирус в США. США выходит на первое место по распространению. То есть, здесь уже количество людей, которые проверяют они, оно, безусловно, очень большое. Практически самое высокое в мире. И, исходя из этого, скорее всего, и данные по зараженным настолько высокие. Но на текущий момент координатор администрации президента США по борьбе с коронавирусом Дебора Брикс заявила, что общее число умерших в результате распространения коронавируса может составить от 100 до 240 тысяч человек. Но в этот же момент Трамп также уточнил, что если бы государство ничего не делало, не предпринимало никаких мер, то и количество могло составить бы порядка 2,2 миллиона. То есть, безусловно, государство не может ничего не предпринимать. Поэтому везде вводятся карантинные меры, везде вводятся ограничения, закрываются места общего пользования, закрываются заводы и, безусловно, это также тормозит развитие экономики. Ну и также важно отметить то, что на текущий момент, скорее всего, ну, по крайней мере, общее мировое сообщество и в том числе ведущие экономисты не видят на текущий момент предпосылок для резкого восстановления мировой экономики. То есть, V-образного восстановления, скорее всего, не будет. И коронавирус точно повлияет, точно повернет мир в рецессию. И экономисты все меньше и меньше уверены в перспективах резкого восстановления. Ну, собственно, сейчас вот мы, то, что можем видеть уже непосредственно на наших графиках, на наших инструментах, это то, что сейчас, ну, вот, по крайней мере, с сегодняшнего, ну, с начала этой недели, рынки вновь начинают двигаться в сторону ослабления фондовых индексов, роста американского доллара. Ну и, собственно, те сделки, которые уже была возможность открыть, об этом сейчас я так же и расскажу. Начнем мы наш разбор инструментов с евро-доллара. По евро-доллару здесь на текущий момент у нас мы переходим в фазу нисходящего движения. То есть, здесь имеет смысл сказать точно так же продажи, что, собственно, так же я и делал. Но мой отложенный ордер здесь не сработал, поэтому здесь я пока остаюсь вне рынка по данному инструменту. Соответственно, если мы посмотрим часовой таймфрейм, вчера мы смогли закрепиться ниже минимальных значений, которые были 30-го числа. Цена немного скорректировалась, но мой отложенный ордер стоял чуть выше. Соответственно, его цена не зацепила. Но я входил здесь во все сделки с учетом риска, риск был полпроцента. То есть, до каких-то ордеров у меня цена дошла, например, до доллара и иены и S&P500, а до каких-то нет. Идеи были по многим инструментам практически, но по евро идея была не реализована. Соответственно, здесь я ожидаю обновления минимальных значений, которые были сформированы вчера. И здесь сохранение нисходящего движения с целями до 1.06-1.05 соответственно. Вот по фунту ситуация чуть более интересна с точки зрения открытия. Позиция здесь пока еще не сформировалась. Сигнал на продажу. Соответственно, здесь для того, чтобы увидеть как раз продажу, мы видим, что цена не может уйти выше отметки 1.2480. Но дополнительным подтверждением как раз начала нисходящей формации будет это закрепление ниже минимумов, которые были сформированы вчера по цене 1.2238. Соответственно, когда цена закрепится ниже данных уровней, то мы сможем говорить о начале нисходящего движения. И вот здесь как раз я тоже присмотрюсь к открытию позиций по данному инструменту. Здесь вот нужно быть внимательным. По паре американский доллар, канадский доллар. Здесь мы перешли в фазу восходящего движения. На текущий момент мы смогли закрепиться выше максимумов, которые были сформированы 27 числа. Соответственно, здесь в приоритете остается рост. Но, к сожалению, тоже несколько пунктов до моего отложенного ордера цена не дошла. Стоп на текущий момент у меня стоял бы за минимум как раз 27 числа. То есть можно входить в продажи и сейчас. Но опять же здесь важно понимать, что соотношение риск-прибыль здесь также очень сильно меняется. Вот для меня лично такая сделка на текущий момент неинтересна. Тут пока я продолжу наблюдать. Но в целом сейчас начинается восходящее движение по данной паре. И, соответственно, покупки здесь имеет смысл рассматривать. По доллар-иене закрыл продажи, которые у меня были открыты на прошлой неделе. Плюс 2% по сделкам выходил непосредственно руками. Сейчас как раз уже перевернулся на покупки. Из продаж я выходил после того, как цена вчера смогла закрепиться выше максимума 30 числа. То сделка была закрыта руками. Ну а входить по этой же цене сразу же мне было неинтересно. Поэтому я поставил отложенный ордер по цене 107.63. Цена вчера во второй полной торговой сессии скорректировалась. У меня сделка открылась. Стоп у меня стоит за минимум 30 марта. И на текущий момент я ожидаю как раз продолжения восходящего движения. То есть сначала обновление максимума вчерашней торговой сессии. Ну и дальше уже движение по направлению на 116.56. Тейк-профит здесь пока не стоит. Опять же буду следить за тем, как ситуация будет развиваться. И в случае необходимости выходить из сделки руками при появлении противоположного сигнала. А по австралийцу также мы перешли в фазу нисходящего движения. Вчера мы смогли закрепиться ниже минимумов 30 марта. Что собственно дало предпосылки на поиск нисходящих уровней. Соответственно пока мой отложенный ордер все еще стоит. Но здесь я думаю, что он уже не сработает. Цена уже обновляет минимальное значение. И соответственно сейчас у нас начинает продолжать двигаться уже по направлению вниз. Соответственно здесь для тех, кто открывал например продажи, то их имеет смысл удержать. Ну а если цена все-таки скорректируется. Хотя здесь я уже не буду держать. Я уже удалю этот отложенный ордер. Так как уже минимум локальный обновлен. И скорее всего возврат к этим уровням уже может говорить о другой ситуации. Поэтому здесь буду я только наблюдать за данной позицией. Ну и по Новозеландцу точно так же мы пришли вновь в фазу нисходящего движения. Здесь цели по снижению это область 55. Туда как раз мы можем прийти. Можем конечно остановиться по дороге. Но пока смотрим и на по направлению вниз. Опять же сейчас мы обновляем минимальное значение. Сигнал на начало продаж поступил вчера. Соответственно здесь уже отложенный ордер. Так как он не сработал. Он на текущий момент не актуален. Я его тоже удаляю. Ну тем более что цена уже смогла обновить локальный минимум. Поэтому ждем здесь продолжения нисходящего движения. А золото в том числе несколько корректируется. То есть тот рост, который мы видели на прошлой неделе сменился снижением. И сейчас золото опять же с точки зрения часового таймфрейма находит в большей фазе снижения. Поэтому для тех кто хотел закупиться по более интересным ценам. Имеет смысл еще подождать. И вот когда золото начнет показывать признаки как раз восстановительного движения восходящего. И купить его по более оптимальной цене. А вот по индексам наиболее интересно. То есть фактически было. То есть индексы это отражение экономики. DAX 30 можно рассматривать как ключевой европейский индекс. S&P 500 как ну безусловно американский. Но в целом показатель общего мирового настроения. Скажем так. Фактически да был позитив о том, что начинают печатать деньги. Начинают их просто раздавать для того, чтобы поддержать экономику. И фактически скорее всего исходя из этого мы видели такое резкое восстановительное движение. Ну а сейчас, когда уже понятно, что ну да денег влили, уже всем дали, уже сколько могли напечатали. Но вирус и те его последствия, которые тормозят экономику, они продолжаются. И пока заливай не заливай деньгами, а бизнесы работать не могут. И собственно это не дает дальнейшего экономического развития. Поэтому вполне вероятно, что та эйфория, которая была, она закончилась. Сейчас мы переходим еще в одну фазу нисходящего движения. По DAX соответственно мы перешли в фазу нисходящего движения. Мы смогли закрепиться. Ну точнее вот этот переход был сформирован еще в пятницу. Здесь мы вот буквально пару пунктов цена не дошла до моего сложного ордера. Хотя он стоял довольно-таки близко к локальным максимуму. Но не смогла цена закрепиться выше отметки 1092. И от нее уже новое нисходящее движение у нас началось. Поэтому здесь пока мы нисходящее движение с понедельника здесь сохраняется. Поэтому имеет смысл также держать продажи, если вы в них вошли. Вот по S&P 500 ситуацию чуть более интересна для меня. Здесь сделка моя была открыта. Соответственно здесь мы тоже перешли в фазу нисходящего движения. Вполне вероятно, что в область 2200 мы сможем еще скорректироваться. Но опять же в зависимости от того, как коронавирус будет действовать на экономику на текущий момент. Сделка моя была открыта по отложному ордеру. 2591 была точка входа. Сегодня уже обновили локальные минимумы. Стоп у меня стоит за максимальными значениями, которые были в марте. Соответственно здесь я ожидаю продолжения нисходящего движения. И опять же буду сделку корректировать по ходу движения. То есть пока тейк-профиты здесь я тоже не ставил. Соответственно буду выходить, если будет какая-то пропорциональная ситуация. Если будет сигнал вновь на покупку, тогда я закуплюсь S&P 500 с ориентированием на восстановление экономики. И покупки по S&P 500 у меня как основная идея для торговли. Но на коррекциях тоже я захожу. Ну а если ситуация поменяется, то собственно здесь буду держать до тех пор, пока этот нисходящий импульс сохраняется. Ну вот нефть марки Brent. Опять же очень много разговоров о том, что запасы уже на пределе. Огромное количество танкеров уже у Саудовской Аравии стоит заполненным нефтью. И ждут, когда цены вырастут. Но тем не менее добыча продолжает действовать. США начинают сдавать свои площади опять же в аренду для хранения нефти. На текущий момент вроде идут попытки переговоров Саудовской Аравии, России. Ну под присмотром безусловно США на текущий момент. Но пока цены на нефть остаются колоссально низкими. И на текущий момент по CFD контракту по нефтемарке Brent мы видим торговлю в области 21-53 доллара за баррель. Что является безусловно минимальным значением за уже наверное 20 лет. Ну то есть на минимум с 90-х годов мы находимся. Но тем не менее пока здесь признаков восстановительного движения здесь мы не видим. То есть общее направление сохраняется нисходящее и нужно получить ну наверное больше понимания того, как будет действовать ОПЕК, как будет действовать Саудовская Аравия. Ну в принципе к чему данная ценовая война вокруг нефти может уже непосредственно привести. Ну а на сегодня это все. Мы обсудили ключевые события. Если вам нравится данное видео, то не забывайте ставить лайки. Ну а если какие-то вопросы возникают, то оставляйте их в комментариях к этому видео. С вами был Саков Роман. Всем желаю хорошего торгового дня. Мы с вами увидимся в пятницу и посмотрим чем она завершается текущая торговая неделя и что у нас может быть интересного. Всем спасибо за внимание и до свидания.